Сарга 20. О верном поведении. Васиштха сказал, искатель должен посредством усилий взращивать понимание, придерживаясь хорошего общества и практикуя слушания и размышления. Постепенно с обретением необходимых качеств он становится лучшим из людей. В каких благих качествах хороший человек преуспевает, тому и надо у него учиться. Так возрастает собственная осознанность и оттачивается интеллект. Величие отличается спокойствием ума и другими благородными качествами. Орама. Без окончательного знания никто не может достичь совершенства. Благодаря знанию, исследованию примеров мудрых, растет безмятежность ума. Укрепляются другие прекрасные качества, необходимые настоящему искателю. Как от дождя растут и плодоносят молодые побеги. А спокойствие ума и остальные прекрасные качества способствуют возрастанию высочайшей мудрости. Подобно тому, как подношение риса в поклонении содействует многочисленным дождям и хорошему урожаю риса. Спокойствие ума и другие качества возрастает от мудрости, а мудрость растет от них. Так они взаимно увеличивают и украшают друг друга. Подобно лотосам и озеру, делающими друг друга прекраснее. Знание возрастает в результате следования, к примеру, мудрых, и, благодаря знанию, поведение все больше напоминает поступки мудрецов. Так они приумножаются друг за счет друга. Разумный человек должен в полной мере обрести спокойствие ума, понимание и прочие качества, следуя примеру мудрых и стремясь к истинному знанию. Пока мудрость и благое поведение не практикуются в одинаковой степени, ничто из этого не достигается искателем, мой сын. Когда охраняющая рисовое поле девушка поет и в такт своему пению хлопает в ладоши, она отгоняет птиц и одновременно получает удовольствие от пения, достигая сразу двух целей. Также не имеющий желаний искатель, не являющийся деятелем, но выглядящий деятельным, следуя знанию и мудрым, достигает высочайшего состояния равновесия. Я рассказал тебе о практике благого поведения Орама. Далее я поведаю тебе о следовании самой мудрости. Это великое писание о постижении истины наполняет жизнь и приносит плоды высшей цели. Разумный искатель должен услышать это верное учение из уст познавшего истину. Вняв ему и постигнув его силой очищенного интеллекта, ты достигнешь высочайшего состояния, как вода очищается от грязи, когда в нее опущен орех катака. Познав то, что должно быть познано, ум мудреца безусильно достигает высочайшего состояния. Силой пробуждения он больше никогда не оставляет эту безграничную, высочайшую реальность. Такова сарга двадцатая о верном поведении книги второй о пути искателя Маха Рамаяны Шри Васиштхи в тридцати двух тысячах стров, ведущей к освобождению записанной Валмики. Такова книга вторая о пути искателя.